Книга «Открытым оком», 19-й том, вопрос 3328, тема литературы. 9 декабря в Барнауле был концерт Жанны Бечевской. Она пела православные песни «Почему вы не ходили на концерт?» Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Не знал. Это была пятница, а в это время мне приходится вести занятие в АГТУ по изучению Слова Божия». Мог бы, быть может, подмениться. Назавтра мне позвонили из редакции и сказали, что накануне мне звонили несколько раз в 18 часов. Я бы сходил, пусть и не на концерт, но просто поговорить с ней. Она была накрашена и ногти супермодные. Так мне сказали. Твоим поклонникам Жанна Бечевская сказала, «Наши газеты в руках демона, поэтому я их не читаю, а телевидение – это Содом и Гаморра». Перекрестила стул, на который ей предложили сесть. Но самый главный храм мы должны построить внутри себя. «Наша душа, попав в хвост при зачатии, становится греховной. Этот грех снимается крещением. Поэтому, как только ребенок родился, его сразу же нужно крестить. Я 11 лет уже не смотрю телевизор». Телевизор всаживает в человека очень много негативного. Ложная информация, зомбирование, разврат, насилие. Переведение – это живая икона сатаны. И она стоит у нас в домах в красном углу. Там, где иконы должны стоять. Я – православная христианка. А каждый христианин должен быть проповедником. Иначе грош нам цена. Если бы я вам сейчас этого не сказала, Бог бы с меня взыскал. Кто считает меня эстрадным кумиром, «К таким людям я очень плохо отношусь, ибо сказано, не сотвори себе кумира». Малтайская правда, 9 декабря 2006 года, страница 8. Матфея 13, 52. «Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Салом 27, 7. Господь крепость моя ищит мой, На него уповало сердце мое, И он помог мне, И возрадовало сердце мое, И я прославлю его песню моей. Не броните вы музу мою, Я другой и не знал, и не знаю, Не минувшему песню я слагаю, А грядущему гимны пою. В незатейливой песне моей Я пою о стремлении к свету, Отнеситесь по-дружески к ней И ко мне, самоучке поэту. Пусть порой моя песнь прозвучит, Тихой грустью, тоскою глубокой, Может быть, вашу душу смягчит, Стон и ропот души одинокой. Не встречайте же музу мою, Невнимательно и безучастно, В этой жизни больной и несчастной Я грядущему гимны пою. Не гордите.